Добрейшего дня! Меня зовут Максим, вы смотрите канал TheQuest. Я получил несколько вопросов по поводу того, сколько стоит земля в Америке. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне потребовалось буквально несколько минут. Запустить Google и на Google набрать название запроса, собственно говоря, и получить результат. Показываю для всех желающих. Набираем в поисковике фразу «Lens of», например, «Небратка» или «Lens of Ayova» или еще что-то. И мы оказываемся на специализированном сайте, где все рассказывается о продаже земли, ферм и так далее и тому подобное. Я вот здесь на всякий случай уже выбрал, как в поисковике у нас это выглядит. «Lens of» смотрим сюда внимательно. Вот так вот набираем ключевой запрос. И у меня здесь по нескольким штатам я специально уже вывел заготовочку, что мы здесь имеем. Ну, начнем, например, с Небратский. Тот штат, в котором я проживаю. Прямо здесь мы можем посмотреть, во-первых, аукционы. То есть, те земельные участки, которые продаются на аукционах. И критерии поиска. То есть, я могу выбрать, в каком городе, в каком районе штата непосредственно меня интересует участок, задать критерии поиска. То есть, просто хочу участок. Участок с домом, наличие пляжа, наличие пляжа с домом, земля под коммерческое использование, наличие озера, озеро с пляжем, река с домом, количество комнат и вообще метраж дома, если меня интересует, именно земля с домом. Вот здесь очень важные критерии поиска. Я здесь указываю минимальную цену, за которую меня интересуют участки. А здесь я указываю размер площади. Значит, в Америке у нас все измеряется в Акрах, чтобы вы понимали. Значит, один диктар – это у нас приблизительно 2,47 акра. 2,47 акра – это один диктар. Чтобы вы понимали, на что мы ориентируемся. Ну, я вот здесь, для примера, набрал 200 тысяч долларов ключевой критерий поиска, что меня интересует в Небраске. И нажимаю на «посмотреть предложение», которое у меня здесь есть. А предложение у меня здесь есть следующее. Вот прямо сразу у меня 199 тысяч, 249 акров. 249 акров – это у нас сразу фотографии есть. И на некоторых вот этих вот лотах уже указаны спутниковые координаты. 249 акров, наберём-ка, 249. Это у нас получается 100 диктаров. 100 диктар земли под сельскохозяйственное использование за 199 тысяч. Пожалуйста, можно посмотреть. Вот здесь один, вот второй. Тут у нас даже с каким-то строением уже. Щёлкнем сюда, посмотрим. Телефончик здесь дан. Вот у нас здесь какая-то ферма, какой-то ангар. Что-то здесь уже даже стоит здесь. Ох ты! Здесь уже прямо готовый уже, готовый какой-то вот комплекс. Здесь у нас чего-то. Дублируются картинки у нас здесь. Да, вот такая вот тема. Посмотрим дальше. Что у нас здесь ещё есть интересного? Значит, сразу вам скажу. В зависимости от штата цены на землю варьируются. Если посмотреть на юг, то в Айве цена будет подешевле. Если посмотреть на север, цена тоже будет подешевле. В северной Дакоте земля вообще дешёвая будет. Вот, пожалуйста, 145 тысяч. 10 и 17 акров. Графство Ланкастер. Что-то у нас тут прилагается в Ланкастере. В Ланкастере. Вот даже озерцо есть. Озерцо. Но эта земля такая пустоши. То есть, хотите перепасивать, можете здесь что-то сделать. Лисочек вот какой-то прилагается. Вот. Это как бы текущее регулярное предложение. Естественно, если войти в аукционы, то в аукционах можно купить землю за очень интересные ценники. Мне рассказывали один наш знакомый, который здесь живёт достаточно давно. Они были на аукционе года так 4 назад. И чуть за 60 тысяч не купили огромный участок фермы. Уже с домом, со своим озером. Или там речка у них была. Я сейчас не помню нюансов. Лес был. То есть, ну, совершенно какое-то фантастическое было предложение. Всего 60 тысяч долларов. У них на руках, к сожалению, этой суммы не было. Они рассчитывали купить подешевле. В пределах 45-50 тысяч. Вот. Поэтому участок ушёл к какому-то другому человеку. Вот, пожалуйста, 79 тысяч у нас. 3,79 акра. 82 тысячи. 47 акров. Пожалуйста. А вот 79 тысяч уже с озером. Давайте-ка посмотрим вот это вот. Это у нас вот такое предложение. Лес, горы. В общем, короче, пампасы. Купить вы можете за эту сумму. Вот такие вот пампасы. Это всё ваше будет. И что хотите там, то и делайте. Вот. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Это я вам показал. Вот у нас 79 тысяч. Вместе с озером, скорее всего. Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Вот такое озерцо. Это у нас вот такой вот участок. Да, внутри каждого лота есть, кроме фотографии, ещё полное чёткое описание, что продаётся. Здесь у нас даже домик вот такой вот за эти деньги. С такой вот печечкой, с холодильничком. Вот такой вот домичек вы можете купить себе. Всё в комплекте. Купили, и себе там спокойненько живёте в озере. Купаетесь, рыбку удите. Это всё ваше. Это частная ваша собственность, которая уйдёт и внукам, и дальше. Потому что вы купили один раз, и больше вы ни с кем не связали. Вот даже на карте здесь показано, на спутниковой, где располагается этот участок. Всё. С небраской мы посмотрели. Всё понятно. Да, на аукцион мы сейчас зайдём. Тоже покажу. Вот мы зашли на аукцион. И вот здесь выкладываются вот эти самые вот предложения. Тут у нас вот предлагается просто земля. Земля с домом. Тоже в Ланкастере. Но здесь цена не указывается. Это аукционные торги. Длятся они 5 дней. Это 6 дней. Это 17 дней. Вы просто указываете то, что вы хотите заплатить, я так понимаю. И дальше, в зависимости от предложенного вашей суммы, уже будет выявляться, кто этот участок купит. Кроме вот таких сайтов, существуют специальные фермерские аукционы. Информацию также вы можете самостоятельно найти в интернете, если вобьёте ключевой критерий поиска. Там цены, конечно, будут поинтереснее. Аукцион идёт в живом режиме. И цены там, конечно, веселее. Вот. Конечно, они будут пониже. Так, с небраской мы закончили. Давайте-ка мы посмотрим Дакоту. Вот у нас вот такая вот Дакота. Сразу вижу, посмотрите. Прямо вот тут пампасы. Но здесь и ценник такой. Смотрите-ка. 189 акров. Это на что же получается интересно? 189 акров. 189 акров с такими замечательными горами. 76 гектар. Стоит где-то под лимон. Но это, видимо, какой-то очень крутой участок. Видимо, в заповеднике он располагается. Называется Big Spring Ranch. Вместе, видимо, с оленями. Еще с чем-то. То есть, это все будет ваше. Да, это, видимо, какое-то очень крутое предложение. Вот оно, где-то описание этого. Где располагается у нас. Да, интересно. Давайте-ка посмотрим еще раз по критериям поиска. Давайте-ка мы посмотрим. Search for properly. То есть, цены совершенно разные. И можно и за миллион купить, и за полмиллиона, и за 100 тысяч. Вот это вот у нас 219 тысяч, такой домик стоит, вместе с 11 акрами земли. Тут просто пахотные земли, 608 тысяч, 320 акров земли. Тут у нас ферма небольшая, 230 тысяч, вот такой домик. И 2,6 акра земли. То есть, приблизительно один гектар. Тут вот какие-то зеленые луга за 65 тысяч долларов. Давайте-ка мы сделаем критерий поиска и посмотрим, что нам предлагается здесь у нас. Так, где у нас тут критерий поиска? Я в тот раз вошел очень быстро. Сейчас мы это сделаем. Адвертайсинг это предложение, не туда. Так, вернемся назад сюда. Так, а здесь я куда заходил? Заходил в какие-то другие критерии? Ну, ладно. Здесь надо просто разобраться мне, посмотреть. Я буквально на живую нитку, вот как только увидел, сразу решил вас проинформировать. Посмотрим Северную Дакоту. Вот Северная Дакота, горячее предложение. Домик 100 тысяч. Ноль акров, то есть, видимо, под коммерческое использование, видимо, в городе, в самом городишке, под магазинчик. 20 акров раньше с горами 799 тысяч долларов. Вот такой домик. Всего 113 тысяч. Северная Дакота, 22 акра земли. Пожалуйста. Очень неплохая цена. Очень неплохая цена. Вот такой вот домик. Ноль 14 акров. 119 тысяч долларов. Мне интересно попасть. Значит, ага, вот выбрал я сюда. Давайте-ка мы посмотрим, значит, Эниканти, вот это с домиком. И возьмем на стоимость, давайте-ка посмотрим до 150 тысяч. Все эти 200 тысяч, я думаю, что дороговато, чтобы сравнимо было. Вот квартиру продали в России, и вот, чтобы купить. Давайте-ка посмотрим, можно ли купить что-то за 150 тысяч. Вот чисто вот ради прикола. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пожалуйста. Так, может быть, я что-то неправильно сделал. Сейчас, секундочку. А, ну, конечно же, да. Значит, я не сюда вбил. Значит, Аверач, мы пишем 150 тысяч. Это я уже тут накосячил. Раз, два, три. Все. Теперь делаем. Во. Во, теперь у нас все вставано в свои места. Значится так. 426 акра, 149 тысяч вместе с домиком. Пожалуйста. Вот вам такое предложение. Вот такой вот домик у нас. Я даже приближу его. 149 тысяч. Вместе со своим участочком. Идем дальше. Еще домик. 130 тысяч. Еще домик. 113 тысяч. 110 тысяч. Фермочка такая предлагается. 85 тысяч. Вот такой вот домик. К нему тоже предлагается какая-то земелька. Так, тут у нас 30 акров. На аукционе стоит. Цена неизвестна. Это, видимо, как что-то под застройку здесь. 119 тысяч. 119 тысяч. 023 акра. 90 тысяч. 0,1 акр. 49 тысяч. 7 акров. 29 тысяч. 0,1 акр. Еще страничка у нас есть. Смотрим дальше. 23 тысячи. 0,1 акр. 20 тысяч. 0,1 акр. Это у нас земля тут идет на аукционах, на участках. Смотрим дальше. 10 акров. 10 акров. 160 акров. 160. Вот это вот горячее предложение, которое есть. То есть, я вбил минималку. Все. Понятно. Идем в айву. Опять я уже тут разобрался. Я уже знаю, куда нужно нажать. Нажимаем сюда. Вставим максимальную цену 150 тысяч долларов. Вбили мы 150 тысяч долларов. И ставим здесь вот две галочки. Мы здесь поставили их. Запускаем поиск. И смотрим. Пожалуйста. Значит, здесь у нас 33 акра, 128 тысяч. Домов нету. 125 тысяч. 5 акров земли. Спускаемся вниз. 24 акра, 125 тысяч. 4 акра, 124 тысячи. 42 акра, 123 тысячи. 0,96 акров с домиком, 116 тысяч. 116 тысяч, 40 акров. 114 тысяч, 25 акров. Дальше идем. 111 тысяч, 70 акров. Тут он с Олежкой фотография. 44 акра, 109 тысяч. И смотрите, сколько предложений в АВИ. 10 страниц вот таких вот предложений. То есть, господа, выбирайте штат, где вы хотите обосноваться. В поисковике пишите вот такую фразу. Lens of. А дальше название того самого штата, где вы хотите узнать стоимость земельки. Открывается у вас вот такая вот замечательная страничка. И вы получаете полную исчерпывающую информацию о том, какую земельку вы себе купите. Все. Удачи и оставайтесь с нами на канале.